Эта болезнь не только убивает потребителя, но и представляет большую опасность для его окружения. Только за последние полгода, согласно полицейским сводкам, люди, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, совершили более тысячи правонарушений, среди которых грабежи, разбой и немедицинское употребление опасного зелья. После задержания на наркомана составляют протокол и направляют в пункты освидетельствования. В Самаре их два. Сейчас деятельность этих пунктов не сводится к банальному медицинскому наркологическому освидетельствованию. Мы тут же в режиме онлайн пытаемся проводить работу с теми контингентами, с кем можно проводить. Предлагается госпитализация и есть факты госпитализации непосредственно из пунктов освидетельствования сразу на круглосуточную койку к нам. При первичном правонарушении человека ставят на учет в наркодиспансер. Затем в случае необходимости его направляют в областной реабилитационный центр, где с ним работают специалисты. В ходе программы реабилитант поступивший в центр занимается специалистами по проблеме своих затруднений жизненных, социальных, нерешаемых проблем, семейных, возможно трудовых, профессиональных, юридических, каких-то моментов. Совместно с врачами-наркологами, которые помогают ему выздоравливать. Ежегодно через реабилитационный центр проходит около ста человек. Курс лечения рассчитан на два месяца. За это время, по данным специалистов, больше половины наркозависимых полностью отказываются от наркотиков. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.